Привет, друзья! Хочу дико спать, прям не могу. Обещал вам какой-нибудь видосик интересный, мистический, какой-нибудь страшный такой, страшилка, страшная история на ночь, как там в ВКонтакте, в Ютубе называют там эти ролики, такая страшилка, но на самом деле это со мной в реальной жизни произошло. Я не скажу, что это выдумка какая-то или я хочу срубить просмотры на своем канале подписчиков новых. Я просто эту историю, она не то, что даже история, а эта ситуация, она меня долго мучила, не мучает только последние пару лет, может три-четыре года последних, меня она не мучает, эта ситуация, даже, наверное, не четыре, а три года, да, где-то три года, вот, она меня не мучает, да и раком стою сейчас, да, не особо удобно снимать для вас ролик, просто у меня стула нету, я снимаю, где-то там студии, может подумаете, там в студии сидит, снимается, свечой нет, а я в квартире своей снимаю, пустой, да, вот этот видосик, друзья, для вас, поэтому, думаю, ножука зачесалась, поэтому, думаю, я заслужил хотя бы пару лайков и хотя бы один, хотя бы, друзья, потому что комментариев вообще нет, лайки вы тоже жадно, скупо, не знаю, может быть, у меня материал какой-то неинтересный, вот, и стоит менять, так сказать, стилистику, вот, но я снимаю о своей жизни, да, и вот сейчас ролик тоже, который взялся снимать, он из моей жизни, я ничего тут не придумал, не собираюсь, то, что было в реальности, да, тем и хочу поделиться, очень много блогеров, да, которые снимают на эту тему, давайте поудобнее стану, у меня спина еще больная, у меня, кстати, грыжа позвоночника, по ходу дела, очень много, да, блогеров сейчас, модная тема, вот это, да, сонный паралич, вот это, да, как они называют, потом Савелий, дальше не помню, как же его, Савелий Ад, или как-то, короче, друзья, наберите, тушила, тоже, вот, ролик у него, целая серия, там, как его тушила по ночам, да, типа, ну, сонный паралич, многие называют, вот это, вот, сказать, что-то тушить тебя ночью, вот, но у меня немножко другая ситуация, у меня, на сонный паралич, это не особо, у меня и был сонный паралич, тоже, он бывает у меня периодически, да, может, и сегодня случится, кстати, бывает, когда я о нем думаю, когда не думаю, не бывает, почти никогда, пока начинаю думать, кому-то рассказывать, у меня прям, бац, и происходит он ночью, притом всегда, один раз у меня, или пару раз в нем было, так, ночью всегда у меня случался сонный паралич, вот, ну, ладно, мы не будем, не знаю, как мы обзовем, то, что у меня, то, что со мной происходило, называйте, как хотите, сонный паралич, или там еще как-то, вот, давайте, наверное, приступим, да, начну я вам рассказывать, ну, начнем с того, что у меня у бабушки, у родной, да, моя бабулька, вот, я про нее рассказывал вам в предыдущем ролике, да, как дедушка там над ней издевался, вот, бил ее периодически по голове, не знаю, из-за этого это все у нее происходило, как говорят, да, вот, у людей, когда, ну, голова больная, у них, скажем так, немножко крыша не на месте, но, я думаю, навряд ли, потому что меня тоже, как бы, я дрался, да, я мужчина, и по голове залетал, да, но в те годы, как бы, я особо так по голове-то не получал, когда это со мной, друзья, это произошло, поэтому у меня, может быть, сейчас еще голова отбитая, а в те годы, года, там, да, у меня с моим здоровьем более-менее было все намного лучше, чем сейчас, и не более-менее намного лучше, но, как говорится, с годами мы не молодеем, вот, давайте, давайте я буду, а то я опять, у меня вступление на полчаса растянется, я постоянно спал с бабульки, да, лет, наверное, лет до 12, я с ней спал в одной кровати, вот, очень любил с ней спать, вот, там, обниму ее, или она меня, и засыпал, то есть не мог заснуть, там, если бабушки рядом нет, вот, наверное, у многих детей, да, такая вот привычка в детстве была или есть сейчас, там, кстати, слабонервным и, там, пожилым людям, с больным сердцем, не знаю, людям впечатлительным, или, там, кстати, маленьких детей тоже можете убрать от экрана, потому что, ну, будет реально жесть, то, что я дальше буду рассказывать, это, на мой взгляд, может, вам это покажется смешно, вот, или мне на тот момент смешно не было, да, и я как-то думал вам рассказать, не знаю, отрепетировать речь, но решил, как бы, представить, да, что вы, вот, ну, как бы, получается, что я сейчас с вами общаюсь, да, вот, не речь заученную, да, вот, сказать вам, как собеседнику, что со мной было, я думаю, так намного интереснее будет меня слушать, вот, правда, у меня глаза устают смотреть, глазок камеры на телефоне, но куда деваться, вот, давайте, наверное, приступим, я спал с бабушкой, да, постоянно, и вот она бывала посреди ночи, начнет, там, не знаю, там, ночью ахать или охать, да, там, ворочаться, как будто, вот, прям, кто-то, не знаю, кто-то ее, там, душил, да, то есть она, были у нее такие приступы, паники, страха, да, она, там, я ее будил, она не могла проснуться, долго ее будил, чтобы она проснулась, она кричала во сне, я ее так, ба-ба-ба-ба, просыпайся, да, тряс, вот, только тогда она, как бы, ну, просыпалась, и даже не помнила, что-то, чего, там, кошмар какой-то приснился, или, ну, я рядом был, я не видел, что кто-то, вот, видимо, ее душил, да, как бы, я видел, что ей плохо, что она кричит, там, как-то, какой-то, против кого-то невидимого, там, сопротивляется, да, там, может, рукой, там, махнуть, там, не знаю, там, закричать, вот, и было у нее довольно-таки часто, вот, ну, в неделю, наверное, раз точно было, если не два, я считаю, это часто, как бы, вот, не каждый день, ну, вот, и, ладно, потом уже, я, или давайте, знаете, как, я лучше, наверное, расскажу, я вам про бабульку свою отметил, да, что у нее было, я не знаю, может, это как-то по наследству переходит, вот, это все, не знаю, а вот эта вот психика расшатанная, да, вот, но когда она умирает, вот, проходит буквально пару лет, и начинается у меня, давайте я буду вспоминать, потому что я говорю, к этой записи друзья не готовился, и мне довольно-таки, ну, чтобы вам это интересно было, да, давайте расскажу, что помню, если вам, если зайдет вам этот видео, видео вот зайдет вам, да, если вам понравится то, что я вам рассказал, да, или вам что-то непонятно, или вы захотите, чтобы я более как-то это рассказал, покрасивее, что ли, поинтереснее, вы напишите мне вопросы в комментариях, да, и я по этим вопросам уже буду делать план составлять, да, как мне ролик снимать, чтобы он более профессиональный, что ли, более грамотный, но в данный момент это влог обычный, да, обычный влог, я вот так вот раком стою на подоконнике, да, у меня свечка стоит, телефон стоит на записи, да, рэк, кнопка включена, да, и я вот с вами как бы, ну, беседу, не как бы, а беседую, слова-паразит, надо их выклевывать, вот, так вот, вот тоже, слово-паразит, ладно, друзья, умирает бабушка, проходит буквально там пару лет, и случается со мной вся та жесть, что и с ней происходило на протяжении ее жизни, пока я был маленький, спал с ней, все наблюдал, вот, а как это все происходило, одной ночью, да, такой темный, прекрасный, почему, потому что я спал под теплым одеялом, мне было офигенно, я видел там какие-то хорошие сны, да, во сне, видимо, когда я, ну, любой, наверное, человек, когда переворачивается, он этого не ощущает, на спину, на бок, там, ложится, да, на спину перевернулся, и он особо этого, как бы, ну, не понимает, он же спит, он же видит сны, вот, то есть я лежу, я на спине, и чувствую, что что-то, вот, мне как-то тяжело лежать, как-то мне неудобно, как-то, вот, мне некомфортно, это я сквозь сон, да, я вроде бы и вижу сон, но в то же время мне как-то некомфортно его смотреть, вот, я потом, давайте так, начнем с того, что, знаете, вот я вам говорю, а внутри, внутренний голос мне говорит, скажи вот так, вот так вот точнее будет, ладно, вот так вот будет точнее, лежу я на спине, и ощущаю, как будто кто-то меня трогает за ноги, короче, у меня сейчас мурашки не поверите, не знаю, видно, нет, вот, кто-то меня, друзья, трогает за ноги, как будто бы, вот, под ним вот так вот немного, как вот, не то, что подтягивается, так бы, не с кровати стянулось, что-то подтягивалось, а именно, вот, как будто что-то, вот, ползет, да, со стороны ног, вот, и в то же время меня за ноги как-то поглаживает, трогает, там, лапает, не знаю, как это назвать, чтобы это правильно было, вот, как меня поняли и представили эту картину, на самом деле лучше этого не представлять, потому что в этот момент такой страх испытываешь, даже когда какое-то кино ты смотришь, да, там, один или в компании друзей, ты такого страха не испытываешь, да, как вот этот, вот, я не знаю, сонный паралич или что это, напишите в комментариях, что это вообще может быть. Давайте так, вот, я ощущаю, да, что что-то меня трогает, но я-то понимаю, что в комнате никого нету, а матушка у меня еще живая тогда была, но она вообще в другой комнате спала, а моя комната вообще была замком, то есть я ее на замок закрывал, вот, то есть, не всегда, конечно, но бывало такое, там, на защелку, у меня замок на защелку, да, вот, как там, любой парень, да, там, любил я спать, там, иногда без одежды, да, там, многие, думаю, любят, когда там жарко в квартире, да, там, вот, я же не буду, у меня матушка там в квартире, да, как-то при ней там полиция, вот, я раз так на защелку, закрыл дверь и все, я понимаю, что никого нету, я один, вот, в комнате темно, вот, я открываю глаза и вижу какую-то непонятную тень, как вам так правильно сказать-то, которая ко мне приближается со стороны ног, вот, у меня, конечно, паника, вот, что за фигня, ведь никого нет в комнате, я один, мама в другой комнате, вообще, сны смотрит, вот, я хочу, пытаюсь встать, ну, посмотреть хотя бы, сесть на кровать, оглядеться, что это вообще может быть, или кто это, или что это, наверное, что это более будет точно сказано, вот, вот, да, я не могу, я, как вот, меня, как сказать, так, как привязали к кровати, что ли, даже нет, наверное, как я в кому впал, только могу глаза вот открыть в этой коме, вот, я пытаюсь заорать, но голос у меня нет, то есть, вот так вот, а, даже а не могу сказать, тупо открываю рот, вот, но голос куда-то пропал, вот, он именно пропал, то есть, и нету звука вообще, то есть, вроде бы орешь во все горло, да, а звука-то нет, вот, и я смотрю уже надо мной какая-то женщина или бабулька, ну, бабулька вроде бы умерла, со мной в ком-то не спала, то есть, это, как, я не знаю, как оно, или как обозвать это, это сущность, существо, там, да, села на меня, получается, верхом, вот, ну, как верхом, это, наверное, пошло будет, детям, наверное, так вот, ну, закройте глаза и уши, заткните, вот, как вот девушка, а там на парне сидит, сидит, когда, да, они там любовью занимаются, да, вот, это вот, эта тварь, короче, она на меня залезла, вот так вот, грубо говоря, и положила мне вот так руки на туловище, я так понял, ну, я не, я был в панике, у меня был дикий страх, то есть, я даже свое имя на тот момент друзья забыл, потому что, ну, такого страха я, к тому же, это тогда у меня впервые было, такого страха я не испытывал, ну, никогда, наверное, даже, наверное, камеотлопой там избивали на улице, да, там, были ситуации, наверное, когда он помирал, я не испытывал такого страха, что я там сейчас помру, да, как тот момент, вот, и я понимаю, что тяжело очень так вот вам сконцентрироваться, да, понимать, понимаю, что меня сейчас записывает камера, да, и мне очень тяжело, но я думаю, второй ролик будет более интересный, я более высплюсь, то есть, я очень-очень хочу спать уже, времени, времени, сейчас вам даже покажу, времени, 2 часа, видите, 2 часа, да, я видел так, как там камера отражает, 2 часа, да, и очень хочется спать, но, блин, друзья, мало ли, со мной что случится, вот, я хочу, чтобы этот ролик, ну, всякая в жизни, там, сосулька, да, на улице зима, новогодние праздники, вот, сегодня 8 число, и мало ли мне там сосулька на голову упадет, какой 8, уже 9 наступил, вот, а ролик у нас станется, и вы его будете смотреть, если, конечно, я монтаж сегодня не успею сделать, а так я, может быть, его только на днях выложу, потому что, опять же, друзья, я работаю, у меня не всегда есть времени, я живу на работе в данный момент, да, большую часть времени провожу на работе, дома там раз в неделю бываю, раз-два, и мне особо, я когда приезжаю, я очень уставший, мне хочется спать, я бы, наверное, не стал так, как сказать, усираться и снимать, тут что-то рассказывать, да, вот, аудитория у меня небольшая, вот, людей меня почти не смотрят, в одноклассниках, в основном на ютубе, очень мало людей, кто, кому интересна моя персона, видимо, вот, ладно, давайте не будем о том, кому моя персона, она мне лично интересна, моя персона, иначе бы я все это не снимал, вот, и я вижу, да, что это какая-то бабулька, даже бабка, да, как ее обзовем, ведьма, да, что это даже не девушка там красивая, да, иначе бы, наверное, перевозбудился бы, и стал сам к ней приставать, там, руки протягивать, да, вот, а это реально, ну, что-то, седые волосы, какая-то, я не понял на голове, то ли косынка, то ли платок, то ли шапка растрепанная, коричневого цвета, до сих пор помню, потом в такой, типа, жилетки, или что это, знаете, вот, шерстяная, вот, толстая вязка, кстати, такие свитера люблю, вот, типа, свитера такого, знаете, деревенского, ну, жилетка, типа, жилетки такой, вот, и, ну, такая, ну, как деревенская такая бабка, да, ну, она, ну, реально ведьма, седые волосы, кстати, глаза были, зрачков не было, были белые, но мне хотите, верьте, хотите, нет, это полное ваше право, можете вообще этот ролик рассматривать, как, вам так сказать, как правильно сказать, как шоу, там, да, что я вот тут делаю шоу, вас хочу, там, напугать, чтобы вы, там, поставили мне лайк, что, комментарий какой-нибудь, если серьезно-то не восприняли, друзья, можете это серьезно вообще не воспринимать, то есть я просто веду видеодневник, да, и какая часть моих роликов, наверное, процентов 20, это, вот, как раньше был дневник обычный, да, у меня вот видеодневник, сейчас это тоже многие, вот, влоги, да, как это называется, только у меня необычные влоги, где я уточек кормлю, да, я вот хочу именно записать что-то такое, чем я давно хотел поделиться, да, но у меня не было возможности в тот момент, ну, и времени тоже, вот, и я, как бы, вот рассмотрел, что зрачков почти, ну, не было, белые глаза, да, вот, можете какой-нибудь фильм ужасов найти в интернете, увидите, только я тогда не смотрел, кстати, в эту ночь перед сном, ничего страшного, поэтому то, что я увидел, это я увидел, как бы, это не сон, опять же, потому что я проснулся, я мог только вот так мотылять головой, шею, как-то напрягать, остальное все тело у меня просто было сковано, я даже повернуть не мог, то есть, там, лицо, там, лапок, вот, я мог чисто вот немного вот так вот, как-то вот шею назад-вперед, назад-вперед, вот, и я точно осознавал, что это не сон, и если бы это был сон, я, наверное, счастлив был и ждал, когда он закончится, на этот, друзья, далеко был и сон, ну, к сожалению, а может, и, а может, к счастью, не каждый может, да, такое увидеть, привидеться, да, и как-то жизнь, она более такая получается интереснее, что ли, более криповая такая, мистическая, да, вот, и вот это создание, да, оно ничего не произносит, у меня была история, да, вот, когда я очень маленький был, может, другой ролик мой найти и посмотреть, я сделаю здесь, выскочит ссылочка на этот ролик, в этом ролике, вот, когда я очень маленький был, какая-то вот тоже сущность на кухне меня, не знаю, схватить хотела, съесть или, там, не знаю, напугать, но вот это, вот, один в один, вот, как тогда она выглядела, да, вот, почти так же, вот, вот эта вот сущность на мне находилась, и ничего мне не говорит, она молчит, взгляд, кстати, очень такой вот злобный у нее был, и она прям просверливала взглядом, да, вот так представьте, на вас какой-нибудь начальник смотрит на работе, или если вы учитесь, там, какая-нибудь классная руководительница, если вы что-то натворили, там, они ответили и на вопрос, на двойку, да, вот она на вас будет так смотреть, да, вот, а здесь взгляд, он еще намного хуже, то есть, ну, как вот, не знаю, как будто меня ударит, что ли, и кто-то вот хочет, да, вот, я кому-то очень, какую-то гадость, пакость сделал, да, и человек мне хочет, не знаю, а почечину, почечину мне дать, блин, огрелся немного, кстати, тяжелая у меня рука, вот, и, друзья, реально, вот это, вот этот взгляд, я, его тяжело забыть, когда на тебе какое-то создание находится, да, и просверливает тебя взглядом, как бы изучает, и в то же время тебя ненавидит, и хочет тебя, не знаю, растоптать, уничтожить, да, и ты вот этот вот, весь гнев вот этот на себе испытываешь взгляд сверлящий, да, ты парализован, ты не можешь скинуть себя, да, там, подбежать, там, с кулака, с ноги, там, заехать, да, или вообще смотаться с комнаты, да, там, выломать дверь, если ей хватит сил, да, вот, да, мне кажется, в такой ситуации и грузовик хватит сил столкнуть, там, поезд с рельсами, да, как это называется, состояние аффекта, да, когда человек, ну, настолько перепуган, да, вот, я, я из православной семьи, а он это тоже в других своих роликах рассказывал, я с детства молитвы, меня бабушка заставляла читать перед сном, и я начинаю читать молитву «Отче наш», я еще сниму один ролик, мне не очень нравится этот ролик, как-то очень, не очень я так вот, внятно, да, и вам подробно, красиво рассказываю, ну, наверное, как могу, так и рассказываю, напишите в комментариях, если вы хотите еще версию этого ролика, вот, я думаю, даже если вы мне не напишите, я ее сниму для себя даже, вот, поэтому, друзья, не обижайтесь, но такое вот я занудо, вот, и я начинаю, я хочу, кстати, вслух вот эту «Отче наш», и жизнь на небесе, да свидетельство имя твое, да, будет воля твоя, да, придет царствие твое, яка на небесе и на земле, хлеб отснащу насущный, бла-бла-бла, да, я хочу эту молитву, но вслух прикричать, да, я понимаю, что, ну, какой-то демон, наверное, да, что человеку верующему придет в голову, какой-то демон, там, джинн, демон, не знаю, каждую религию по-разному называется, да, дьявол, там, или, там, не знаю, какого-нибудь там привидения, в принципе, нечистая сила, да, и я тут в квартире ночью, и нельзя вообще такое называть даже ночью, когда я спать собираюсь ложиться, слава богу, что уже скоро расцветет, и, хотя и днем тоже, друзья, у меня было, я вам потом тоже расскажу, что днем происходило, пару раз в жизни было тоже, а днем это еще хуже, ты понимаешь, что день, и это, а хотя нет, знаете, ночью пострашнее, потому что темно, и ты в темноте, в темноте только свет из окна такой вот падает, у меня, кстати, фонари вот эти с улицы не очень светили в квартиру, поэтому света у меня почти не было, вот, но рассмотрел я хорошо, почему я вам рассказываю, иначе бы я не рассказывал, подумал, сонный паралич, и я начинаю эту молитву про себя, мой англо-хранитель, наверное, мне подсказал, читай про себя, вот, я начал ее читать про себя, что вы думаете, я отвел взгляд, ну, у меня глаза так и так бегали, туда-сюда, да, от страха, вот, а потом раз, так обратно, нет уже этой сущности, этого, этой, не знаю, как сказать, исчезло, короче, и тут я понимаю, что я могу двигаться, я скидываю ногами себя одеяло, подпрыгиваю, и, знаете, Майкл Джордан, я такой баскетболист известный, не знаю, живу, он еще нет, легенда баскетбола, да, американского, и он такой, там, в прыжке мяч, а я в прыжке свет зажигаю, у меня обключатель высоко был, тянуться к нему приходилось, вот, и я прям в прыжке с кровати, вклад по клавише, да, свет зажигается, никого нет, я забегаю к маме в комнате, говорю, мам, так и так, вот это что-то, она мне святую воду дала, у нас была дома святая вода, да, я стал этой водой поливать, там, все стены, и, вы знаете, даже как-то вот атмосфера разведилась в этот момент, когда я святой водой стал поливать, и как-то вот даже дышать стало, знаете, вот, как будто проветрили комнату, и вы мне можете верить, можете нет, даже какое-то дыхание другое стало, то есть даже вот ощущение стало, что благодать пошла такая, да, то есть вот это вот напряжение все сошло на нет, вот, и ночью я уже как младенец, досыпал полночи уже как младенец, вот, ну и вот эта вот сущность еще приходила ко мне раз десять, вот, там другие ночи, дни, да, я могу вам рассказать, если вам интересно, вы опять же напишите в комментариях, задайте мне какие-то вопросы, потому что роликов почти, просмотров нет, у меня такое ощущение, что меня вообще почти никто не смотрит, и снимаю это все тупо для себя, наверное, так оно и есть, я это для себя тоже снимаю, но мне бы, конечно, хотелось понимать, что меня кто-то смотрит, хотя бы пару человек, и это дает какую-то, не знаю, силу, новые мысли, да, и... я бы, наверное, снял бы еще ролик, и более все так, крипово бы вам рассказал, но, конечно же, без вранья все как есть, вот, поэтому, друзья, если вам этот ролик зашел, опять же, нажмите лайк, я прошу вас не потому, что это модно, там, как блогер, да, там, который от вас просит лайков побольше, а я прошу, чтобы народу побольше увидело ролик, он поднимется в рейтинге, и люди просто смогут мне оставлять какие-то комментарии писать, да, может быть, у кого-то была похожая ситуация, да, или ситуации, может, их много было, да, и человек просто ищет, как так сказать, правильно, а у меня всегда перед камерой все мысли куда-то, пустая мелова становится, наверное, не только у меня, у многих, так, наверное, это я все-таки нервы, вот, то, что буду немного непонятым, союзника, скажем так, да, который мне напишет, там, или союзница, и скажет, вот у меня было, вот, и, как бы, ну, просто интересно, да, да и вам, думаю, тоже интересно было меня послушать, поэтому спасибо, то, что вы уделили мне, так, сколько на таймере, 28 минут 30 секунд, из них, наверное, при монтаже минут 10 я срежу, ну, уделили мне 20 минут, если вы, конечно, досмотрели до конца данный видеоролик, вот, и очень прошу, нажмите лайк, и оставьте хотя бы кто-нибудь, хотя бы комментарий, вот, в принципе, можете его и не оставлять, ноги уже затекают, ну, лайк хотя бы оставьте, я вас очень прошу, потому что тогда видосик больше народ увидит, еще, кстати, а, нет, больше ничего, наверное, у вас спросить не буду, может быть, и не до конца этот ролик в начале или в середине выключить, вот, и все мои вот эти слова, вот эти вот, будут просто пустую, да, вот, но все равно спасибо вам, друзья, то, что вы зашли ко мне на канал и включили хотя бы на несколько минут вот эту вот мою сонную рожу посмотрели и послушали, надеюсь, сегодня я буду спать спокойно, без всяких сонных параличей или что это было, да, вот, напишите в комментариях, что это вообще может быть, сонный паралич или это что-то другое, мне очень будет интересно, друзья, почитать, давайте, спокойной ночи. Если она, кстати, будет спокойной, поскольку это, как на ютубе там сейчас это называют ролики, страшная история на ночи, друзья, вот, в этот ролик я эффектов не буду, пихать его, портить, давайте, отдыхайте, давайте, с Богом. Субтитры сделал DimaTorzok